Более года прошло с выхода первой части 20 ваших лайфхаков. Цифры показывают, что рубрика вам зашла. Под этим видео вы оставляете свои советы. Я по ним снимаю видео. Вот так это работает. Отдельное место в раю для тех, кто пишет один коммент, один совет. Более трех часов ушло на всякие там нарезки. Начнем с совета для любителей идеальной чистоты, даже в тех местах, где никто и не увидел бы. Но вид видом, а все это может сказываться и на вкусе. Всевозможные мини-ершики и щеточки. Отличная тема, сам практикую и советую. Брашик подрезаем у жены. В общем, это щеточка для наращивания ресниц вроде. А вот этот вот супер набор заказал на Али за копейки. Ссылку добавлю под видео. Чистить после каждого покура меня не хватает, но иногда под настроение, сделав полную зачистку, на душе как-то спокойнее становится. Чистая тачка едет лучше и чистый кальян курится четче. Угли в микроволновке. Не раз слышал, что это самый быстрый способ и практически без минусов. Вы обещаете скорость от 30 секунд и возможный запах шашландоса из печи. Даже не знаю, минус ли это. Ну что ж, лайфхак и эксперимент в одном видео. Один уголь я кладу сухим, другого смачиваю только края, а третий я куну на 20 секунд в стакан. Все шло по плану, пока один уголь не вспыхнул и не заискрил. В принципе не страшно, наверное. Быстрее всех был готов уголь, который слегка смочили. Из минусов это пятна. Немного почистив, они почти ушли. Запаха как такового не чувствуется из печи. Возможно запах будет от регулярного использования. Найти подходящую подложку, которую не жалко и способ имеет место жить. Но я пока по классике на электроплите буду. Очень уместный летний лайфхак. Не знаю у кого как, а в Питере прям жаришка. Набираем в колбу необходимое количество воды. Затем сливаем в удобную тару. И отправляем в холодильник. Достаем при следующем покуре. Получается пусть и непродолжительный, но приятный слегка прохладный покур. И кстати для меня лично мягче и комфортнее курить на прохладной воде, чем со всякими ментолами и холодками. Следующий простой, но очень полезный. Сам пользуюсь регулярно. Когда мы не делаем затяжки, угли, особенно свежие, все равно продолжают греть чашу и табак. Без затяжек испарение от табака скапливается в чаши. Именно по этим причинам после паузы кальян такой неприятный. Намечается перерыв по куре. Отставим на чаше 1-2 уголька. Этого достаточно для поддержания температуры, но не хватит для перегрева. По возвращению даем прежний жар. Естественно все зависит от табака, чаши, времени покура и прочих факторов. Полудохлый кальян, допустим, после паузы может даже лучше куриться. Я надеюсь вам нравится качество материала, которое вы наблюдаете. Давайте вместе респектнем компании Денджер и монтажеру. Денджер спонсировали серию этих видео. Недавно у них вышел продукт Малайзиан Табака. От себя скажу, что реально интересный продукт с учетом РРЦ 200 рублей за 50 грамм. Мощная ромка, плюс он крепче привычной бюджетки. Подробнее в моем обзоре, ссылка под видео и по всплывающей подсказке. Очередной, вроде бы простейший, годный совет, но доступен он, наверное, только избранным. 10 лет я душа в душу с кальяном и 10 лет вот такая вот картина. Существует множество простых решений, вы их написали. Но если табак в стекле, мне как-то спится даже лучше. Когда есть лишняя монета, стараюсь по одной-две баночки покупать. А недавно открыл для себя баночки с медом. Платим 170 рублей, получаем и мед, и норм баночку для табака. Тема колпаков вдруг стала предметом споров. Пришла новая школа и начала нам заливать про амплитуды температурных колебаний, карамелизацию патоки из-за того, что колпак, мол, это вообще зло. Для тех, у кого нет триггеров по этому поводу, колпак можно сделать из литровой банки пивчанского. Что, где отрезать и просверлить, решите сами. Вот пример отверстий моего старенького, но хорошо работающего колпака. Можно попробовать повторить. Не факт, что колпак встанет на все кальяны и чаши, но смотрится не чешно. Если при такой постановке угля вам мало жара, на четвертый уголек докидывать не хочется, то можно предварительно расколоть третий уголек пополам и вставить в щели. Раньше и сам подобным занимался, и помню, что раскаленный уголь кололся как-то попроще. Если в кальяне есть соединение на рингах, и оно послабилось, можно в пазик под колечком намотать нить. У меня все ринги держатся еще отлично, но примерно выглядит это так. Наматываем необходимое количество, вставляем, понимаем, что намотали лишнего, потому что не заходит, отматываем, все, стало прям плотненько. Насколько хватит, время покажет, а вообще по возможности всегда заказывайте ремкомплекта рингов вместе с кальяном. Цитирую. При забивке табак в чаше мешаю, чтоб сироп по стенкам размазался. Вкус усиливает. Халиварить можно много на эту тему, отпишите, что думаете по этому поводу. Пробовал ли кто? Я специально воздержусь. Очень интересно вас послушать, ну или почитать в нашем случае. Было множество ваших комментариев с советами, которые так или иначе уже светились на моем канале. Если среди отписавших таких людей было много, значит среди смотрящих их еще больше. Окей, обновим память. Бушные лайфхаки будем по-быстрому прогонять в конце каждой серии. Салфетка вместо уплотнителя. Снимал еще в 2016 году. Крайне популярный лайфхак, надеюсь, пользуете. Иногда чаша может просто слететь с силиконового уплотнителя, а слегка смоченная салфетка или туалетная бумага держат капитально, хотя можно и сухую. Плюс бумага впитывает часть сиропа, то есть меньше пойдет в колбу. Вместо щипцов используют две вилки. Вместо щипцов много чего можно использовать. Вилки норм тема, на кухне всегда под рукой. Если кальян вышел на перегрев, можно продуть чашу несколькими вариантами. Было отдельное видео по этой теме, ссылка в углу. Вы рекомендуете продуть снятую чашу шлангом. Подозреваю, угли нужно предварительно скинуть. Также рекомендуете, прикрыв клапан, продуть чашу, не снимая ее. Только дуем аккуратно, маленькими толчками, чтобы не затопить чашу. Не знаю, что там насчет еврейских корней, но мне всегда было жалко выкидывать остатки табака после забивки. Наверное, у каждого из вас есть дома баночка с бомжмиксом или миксом дня, как его там называют. В кальянных на запаре так вообще времени нет все это по контейнерам возвращать. К концу смены всегда есть, что домой понести покурить. Тема подогрева колодки также спорная, особенно при забивке в касании. Лично я чаще грею, чем нет. Все-таки при контакте горячих углей с холодной колодкой почернение это бесит. Да и прогревается так быстрее. Насчет того, что такой подход заменит колпак, не могу согласиться. Колпак распределяет жар по-другому, нежели колаут. Хоть горячий, хоть холодный. Если профукали количество воды, не долили и кальян разбирать не хочется, можно долить через порт для шланга. Как бы не было просто, 2020 год, друзья кальянчики смотрят и удивляются до сих пор, почему раньше не знали. А нужно просто видосы мои смотреть. Залить, кстати, можно и через шахту. Ну и бонусный лайфхак тем, кто досмотрел до этого момента, из моего личного архива. Меня бесит непроизвольное падение шланга, за что я люблю тонкие легкие мундштуки, их можно вставлять в шахту. Пользуйтесь. Надеюсь, каждый для себя, что ты нашел в этом видео. Спасибо вам за просмотр. Респект тем, кто не поленился и отписал свои советы и наблюдения. С помощью подобного материала набитых шишек должно быть меньше. И спасибо компании Danger за вклад в создание этого видео. Меня зовут Влад, проект Около Кальяна. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok